В июне 1991 года совместное предприятие Мосрентсервис, расположенное, как писал журнал за рулём в Куйбышевском районе столицы, безвозмездно передало местному ГАИ автомобиль Ауди 100 в полицейском исполнении. И как справедливо отмечал советский автомобильный журнал, а ведь до развала Союза оставалось ещё полгода, даже в Москве подобные подарки, дело было нечастое. Организовали торжественную церемонию и вручили ключи начальнику районного отделения ГАИ. Что там было с машиной дальше, история умалчивает. Но скорее всего она этого самого начальника районного отделения и возила, если, конечно, вообще не ушла куда-нибудь выше по пищевой милицейской цепочке. Но автомобиль попал в советскую прессу и любителям иномарок в цветах советской милиции стал известен. Это ведь правда интересная тема, в СССР на службу силовые ведомства попадало много разной зарубежной техники. И она, конечно же, выделялась на фоне привычных «Жигулей» и «Волк», внимание привлекала и во все времена вызывала у многих автолюбителей желание познакомиться с этой техникой поближе. И ничего удивительного, что в феврале 2011 года свет увидела масштабная модель от NEO, изготовленная по мотивам чёрно-белой фотографии и, видимо, по заказу отечественных посредников. Как уж там было устроено, не знаю, но производители этого смоленого изделия, к сожалению, не стали глубоко вникать в тему и залудили автомобиль в цветографической схеме советской милиции, покрасив модель Audi 100 в ярко-жёлтый цвет с синими полосами. Хотя в 1991 году и новые машины уже красили в белый цвет, и московская СП, что дарила Audi 100 гаишникам, вряд ли бы стала заморачиваться перекрасом машины в канареечный цвет. Да и фотография, что попала на страницы за рулём в чёрно-белом варианте, имела цветной оригинал, который вскоре и обнаружили дотошные автолюбители. Машина эта была белой. К тому же Neo, навесив на эту Audi номера с реального прототипа из заметки 1991 года, почему-то датировала модель в 89-м. На этом фоне, наверное, уже не так критичны более мелкие недостатки модели, такие как отсутствие омывателя фар на бампере или неудачная оптика, которая и прототипу не вполне соответствует формой, да ещё и выглядит довольно странно. Ведь на одной фаре этой масштабной модели есть какие-то следы попыток нанести насечку рефлектора, а на другой фара просто прикрыта прозрачной плёнкой. Снизу у этой машинки тоже особо нечего разглядывать, а традиционное для масштабных моделей смолы остекление, сделанное из прогибающейся плёнки, которая в отблесках света выдает свою природу, тоже обаяния этой масштабной модели не добавляет. Ну и, конечно же, никто особо не заморачивался воспроизведением шрифта советских номерных знаков и соблюдением положенных интервалов между цифрами и буквами, номера эти тоже не очень здорово выглядят. Да и балку на крыше этой машины тоже заметно упростили, хотя на фотографиях вполне можно разглядеть, как она выглядела в реальной жизни. Впрочем, производитель даже мигалки сделал неправильной формы, хотя скорее просто взял что-то из имеющегося у него задела. Ну а поскольку модель – это типичная смола от Нео, то здесь переврали и саму форму кузова, начиная с проёмов стёкол как боковых, так и заднего и лобового, и заканчивая гранями и переходами кузова. Искажения не так ужасны, как в случае моделей BMW от этого производителя, когда модель становится похожа на карикатуру, но этому Audi тоже не очень повезло. В итоге получилось посредственное изделие, не того цвета и с кучей мелких недостатков по немалой цене. Нео ведь во все времена стоило дороже классических моделей из металла, несмотря на то, что это отливка из смолы. Ну а коллекционеры масштабных моделей из советской милиции всё равно эту машинку на полку поставили, ведь в теме промышленных моделей иномарок на службе из советской милиции не так уж и много вышло моделей, чтобы привередничать. И в случае автомобилей в цветах советской милиции на второй план отходят даже несоответствия в форме кузова или каких-то деталей. Хотя вот с цветом, конечно, у Нео промах вышел очень серьезный и непростительный даже по меркам собирателей милицейских автомобилей. Пишите в комментариях, что думаете о смоляных моделях вообще, о Нео в частности и о таком направлении коллекции, как иностранные автомобили в СССР. Как вам эта смоляная Ауди 100 желтого цвета на службе советской милиции и стоит ли она того, чтобы оказаться на полке с учетом неправильного цвета? Или же это откровенная халтура, которой не место в коллекции? Ну а раз уж досмотрели ролик до конца, то самое время попробовать найти какую-нибудь кнопку под этим видео и прожать ее. Там есть специальная с пальцем вверх, есть особая с пальцем вниз, есть кнопка для спонсоров, есть даже для тех, кто подписался, но не получает уведомления о новых видео. Ради этих уведомлений уже давно приладили колокольчик рядом с кнопкой подписаться. Но чтобы вы не прожали в этот раз, спасибо, что были здесь и сейчас. Берегите себя в наше непростое время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова